Принципы успеха. Ультракороткометражное приключение на 30 минут в 8 эпизодах. Эпизод 4. Пропасть. Мы прогрессируем до тех пор, пока нас не постигнет неудача. Так или иначе, мы справляемся с ней и либо продолжаем двигаться вперед, либо падаем по спирали вниз, в зависимости от того, есть ли у нас желание объективно проанализировать ошибку и сделать правильные выводы, чтобы снова вернуться к движению вверх. Нечто ужасное случилось со мной в 1982 году, когда я поставил все на упадок, который так никогда и не наступил. Период между 1979 и 1982 годами мировая экономика, рынки и я сам переживали невиданные взлеты и падения. Я был уверен, что американская экономика, как и привязанная к ней мировая, были на пороге катастрофы. Такое мнение было чрезвычайно противоречивым. Мне хотелось заработать на продаже акций, и я публично взял на себя серьезный риск. И был неправ. Категорически неправ. После паузы цены на акции начали стремительно расти. Рост длился на протяжении 18 лет, и экономика США испытывала величайший подъем в своей истории. Этот опыт был сравним с ударом бейсбольной биты по голове. Мне пришлось уменьшать расходы. В моей компании, Бриджуотер, остался лишь один сотрудник. Я сам. Я был разбит. Мне пришлось взять 4 тысячи долларов займы у отца, чтобы оплатить счета. Но хуже всего было то, что мне пришлось расстаться с людьми, которые мне были так дороги. Я рассматривал возможность попрощаться с мечтой о работе на себя и без риска работать на кого-то другого, надеть галстук, найти работу и каждый день добираться к ней. Однако я понимал, что, беря на себя меньшие риски, я проживу менее значительную жизнь. Оказаться неправым, а особенно оказаться неправым публично, было до боли унизительно. Я до сих пор шокирован и растерян от того, насколько я был надменным, будучи абсолютно уверенным в совершенно ошибочной точке зрения. И хотя я значительно чаще оказывался правым, чем наоборот, я позволил одному неверному решению перечеркнуть все верное. Я глубоко задумался над взаимосвязью между риском и вознаграждением и возможностью управлять ими. Я не мог найти выход, который позволил бы мне получить желаемое вознаграждение без неприемлемого риска. Подобного рода испытания случаются с каждым, и с вами тоже случится. Вы потеряете что-то или кого-то, без кого вы не представляете свою жизнь. Или вы перенесете ужасную болезнь, или травму, или ваша карьера рухнет на ваших глазах. Вам может показаться, что жизнь закончилась, и нет возможности идти вперед. Но все пройдет. Я уверяю вас, что выход из положения найдется всегда. Скорее всего, вы пока еще не увидели его. Вам нужно хорошенько поразмыслить, чтобы найти его. Вам нужно признать вашу действительность. В пятом эпизоде я покажу вам, как понимание этого привело меня к размышлениям о том, как устроена реальность и как лучше всего обращаться с ней.